Доброго времени суток! Сегодня мы рассмотрим DAV CF-85. Находится вот в таком неизвестном салоне. Давайте посмотрим его конфигурацию. Рассмотрим его поближе. Видим такая простенькая, незамысловатая модель. Автор, видимо, только начинает делать моды. Здесь вот какая-то дырочка у нас зияет. Вот такой вот бак неплохой. И, как мы видим, дисков вообще не видно. Но будем смотреть дальше. Возможно, их нужно будет поставить. Что у нас по кабинам? Один вариант. Шасси тоже 1.4х2. Двигатели у нас 4 варианта. Коробки передач только 12. 12 ретардер. И вот так вот выглядит наш интерьерчик в единственном экземпляре. Сразу бросается в глаза вот такая замыленность текстур на ручках наших сидушек. Но издали оно все нормально видно. Что касается раскраски. Давайте я отдалю немножко. Есть предустановленные раскраски, как мы видим. И можно свой цвет покрасить. Какой бы ему цвет придумать, так, чтобы он сильно не бросался в глаза, что такая низкополигональная текстура. Ну, давайте зеленый такой сделаем. По аксессуарам внешним, как мы видим, что очень даже бедновато. Что у нас здесь? Здесь зеркало смотрит под нас. Все в единственном экземпляре. И, как видим, что у нас уже появились диски наконец-то. Давайте диски посмотрим. Что же там за диски такие страшные, что они пропадали. Ну, видим, что тут диски все-таки стандартные. Не знаю, почему они сразу не отобразились. Может, не прогрузились. Просто перемещаемся внутрь салона. Видим, как у нас выглядит салончик. Ну, в принципе, мы это видели в интерьере. Видим, что никаких точек абсолютно нет. Сисл подключен. Но ставить ничего нельзя. Почему здесь пустует дека вот эта и эта, я не знаю. Автор, видимо, спешил быстро выпустить мод. GPS, как мы видим, такой вот оригинальненький. Но хорошо, что он есть. Могло бы и не быть. Все, больше ничего тут смотреть, щелкать нельзя. Давайте уже применим и посмотрим его с трейлером в игре. Итак, мы в плимуте. Я уже все пристегнул к нашему DAF. Увидим в зеркале, что у нас трейлер уже есть. Давайте осмотримся. Тут-то темновато. Ого, даже иконки прицепили. Ну, не заметил бы, если бы не посмотрел. Вот так вот у нас все выглядит. Так, ну, в принципе, никаких таких серьезных грехов я не вижу. Единственное, что вот на руле видим, что немножко такие мелкие текстуры вот этих кнопочек. Видно пикселизацию. Ну, по сравнению с другими деталями, все так пиксельно. Ну, вот эти кнопки на двери. В двери, кстати, вот дырочка небольшая. Так, 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 так. Ну, в принципе, все понятно. Давайте включим двигатель, послушаем. Стандартный звучок у нас двигателя. Сразу проверяем поворотнички. Смотрим. Да, анимация есть, индикация. Тут все нормально. Включаем дождик. Видим, что лог у нас красный. Weather. Пошел у нас дождик. Так, а бортовой компьютер проверять кто будет? Давайте смотреть. Бортовой компьютер показывает отлично. Ничего не растянуто. Все достаточно читаемо. Так, дождь у нас не попадает в салон. Это тоже плюс. Проверяем сигнал. Вот такой вот у нас сигнальчик. Еще послушаем его изнутри. Ну, эта дырка, конечно, бросается в глаза. Видим, что по ней даже течет вода. Как будто там стекло продолжается. Думаю, так и есть. Так, все. Тут больше дырок нету. Вроде бы нету. Ну, и также вот эта лампа тоже низкопиксельная. Включаем дворники. Видим, что у нас режим переключения дворника анимирован. Это также плюс. Дворники стирают. Правильно? Да, дворники у нас справляются. Все окей. Переходим на внешку. Не попал я в цвет кузова, к сожалению, трейлером. Но так как есть. Как мы видим, что кабели у нас не предусмотрены. И они не цепляются, естественно. Что касается дворников, они работают с внешки. Тут все хорошо. Давайте проверять звук. Как я говорил. Такой противный звук. И сразу прошу обратить ваше внимание. Смотрите в окно. Получается правое. Видите, что у нас, когда мы смотришь снежки, то как будто дождя и не идет. Вроде бы светлая погода. Ясно. Яркий пример. Недавно я встречал это тоже в моде. Был такой глюк. Я не сомневаюсь, что это, наверное, тот же самый модер. Но не буду утверждать это. Хорошо. Давайте включим ночь. Выключим дождь. Выключили дождь. Включили ночь. Два часа ночи. Вот как темно стало. Включаем подсветочку. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Не то нажал. Так, видите, ночь уже видно. Это очень хорошо, что светятся у нас окна. Как бы не смотрели, окно показывает, что ясно. Ну, вроде бы день. Так. Что у нас с дальними? Вот так светят дальние. В принципе, машина достаточно темная получилась. И на нее, напомню, нельзя ничего прицепить. Больше никакого света. Что у нас с поворотниками? Проверяем поворотники. Поворотники не дублируются. Тоже не очевидно. Плохо их видно. Хотя они и есть. Вот так вот. Перемещаемся в салон. Видим, что при выключенном свете достаточно, достаточно у нас темновато. Руля практически не видно. Приборка... Как насчет остановить дворники? Приборка чуть-чуть читаема. И очень хорошо читаемый GPS. Тут вопросов нет. Включаем подсветку. Вот такая подсветка. Встает веселее, но в салоне по-прежнему темно. Так. На букву О ничего не включается. То есть, свыкнитесь, что будете ехать в темноте. Особенно там на дальних перегонах, каких-то трассах. Включаем обратно. День. 10 часов. К сожалению, пошел дождь. Это меня не устраивает. Выключаем дождь. Стираем дождь. Отлично. И давайте чуточек проедемся. Тускловатый, конечно, бортовой компьютер. Только теперь заметил. Ясный такой день. Так. Никто не пропускает, как обычно. Долго выворачивал, что машина все-таки появилась. Так. Ну, по стандарту до ближайшего бидстопа подъезжаем. Так. Все. Полиция проехала. Можно уже и шалить, нарушать. Не выключая поворотник, но мне уже здесь поворачивать, в принципе. Так. Тормозим. Так что вот сейчас, опять же, бросилось в глаза. Обратите внимание на... Не буду приближать. Обратите внимание на левое окно. На зеркала, на окно само. Видите, все фиолетовое какое-то. Я не знаю, или это какая-то там поляризация. Какой-то тюнинг. Ну, все. Ну, да. Вот при приближении оно не исчезает. Вот такое фиолетовое все становится. Это тоже недостаток. По общему дизайну, как бы тут сильно придираться к ней, к чему. Да, текстурки там попадаются низкого качества, но вполне себе сносно. Как на стандартную машину стоковую. Походит на вот стандарт, который в игре грузовики есть. Почему не сделать, чтобы можно было ставить здесь аксессуары, не знаю. Видимо, может быть, автор еще только начинает. Но благо он сделал GPS достаточно читаемый. Это хорошо. Что касается внешки, то вот это замечание к окнам, потому что они показывают всегда светлую погоду, это огромнейший минус. Это сразу бросается в глаза. Также сразу бросается в глаза, что низкополигональная модель, она очень простенькая, незамысловатая. Тюнинга вообще нету никакого. Единственное, что мы смогли поставить, это GPS. Все, по этой машине все. К сожалению, какую-то большую оценку данному моду я не могу ставить. Ну, наверное, поставлю 7 из 10 больше, она просто не тянет. Много есть огреков все-таки. Всем спасибо за просмотр моего видео. Встретимся на следующих обзорах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok